Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, час десять длилось послание, и при этом, что интересно, шестьдесят минут, то есть целый час было отведено внутренним проблемам России, и всего лишь десять минут было отведено внешнеэкономическим, внешнеполитическим вопросам. Почему такое соотношение было принято, как вы думаете? Мне, честно говоря, кажется, что это ответ на запрос общества, который на сегодняшний день существует, который уже немножечко устал от внешнеполитической повестки, и есть огромное количество задач, которые стоят перед Россией, перед каждым городом, краем, областью, которые нужно решать вот здесь, на местах. И в первую очередь это экономические вопросы, вопросы образования, вопросы здравоохранения, вопросы экологии. И обо всех этих вопросах сегодня говорил президент Владимир Владимирович Путин. Ну, а вот самые главные вопросы, которые были затронуты в самом начале, это то, что касается практически всех. Это здравоохранение и образование, ситуации, которые были описаны, допустим, в начальной медицине, в поликлиниках, в школах и так далее. Ну, я думаю, что у нас так устроена наша страна, наше общество, что то, о чем говорит первое лицо, это руководство к действию для всех органов власти и для государственной власти на местах, то есть для правительства Красноярского края, для губернатора, и для мэров городов, и, соответственно, для всех отраслей. Поэтому, если президент говорит о том, что писанины нужно поубавить в поликлиниках, и больше должно быть внимания к пациенту, так президент здесь абсолютно прав. И это, допустим, мне, как депутату, на каждом приеме бабушке рассказывают, что придешь в поликлинику, мало того, что просидишь, прождешь, а потом еще врач очень много занимается конкретно оформлением бумаг, они внимания уделяют пациенту. Это очень важно, что президент берет эту ситуацию под контроль, и думаю, что это то направление, в котором нужно в ближайшее время улучшить, скажем так, работу мягко. То, что касается других вопросов, которых он затрагивал, ну, там даже говорить не о чем. То есть если говорить про образование, мы все понимаем, что это одно из самых важнейших направлений, что то, как люди выучатся, так они потом будут и лечить, и учить, и так они и будут жить дальше, потому что недаром сегодня президент говорил о нравственности, о воспитании, а не только о получении каких-то конкретных навыков. Вот смотрите, снова прозвучала такая интересная фраза, прозвучала от президента, что школы должны не только учить, но в том числе и воспитывать. То есть мы как-то об этом в последнее время говорим все больше, больше, больше и больше. Потому что когда-то, когда только мы вошли в период перестройки, мы же помним, нас в школе с вами воспитывали, да? А потом вдруг воспитывать как-то перестали, стали только учить. И вот мы снова к этому возвращаемся. Ну, это вопрос дискуссионный, на самом деле. Воспитывает в основном не только школа, скажем так. Нет, это понятно. Воспитывает семья в первую очередь. Да, родители никто не снимает. Воспитывает личный пример взрослых, родителей, старших братьев, там, дяди и тети, которые, может быть, не так далеко по возрасту отстоят от ребенка, да? Воспитывает среда, улица воспитывает, секция спортивная воспитывает, в которой ребенок ходит, там и спорт его, тот, которым он занимается, соответствующим образом формирует. Вот, тем не менее, как бы полностью снять со школы воспитательную нагрузку, это достаточно странно, да, потому что, если сегодня президент говорит о гуманитарных дисциплинах, то гуманитарные-то дисциплины, они как раз воспитывают в большей степени, да. Ну, то есть, как бы знать, там, что конкретно сказал, там, Печорин Грушницкому перед дуэлью, конкретное знание, что он в жизни дает, на самом деле. Да, вот как бы образец, например, там, мужского поведения перед смертью, да, там, оно, наверное, дает. То есть, это чисто воспитательная, с моей точки зрения, дисциплина, литература. Там, ну, нечего знать, по большому счету, да, и как бы там... Ну, так принимаешь, либо эти нравственные нормы, либо как-то их оцениваешь. Более того, важна интерпретация, сегодня, если говорить про образование, Владимир Владимирович говорит о творческих группах, о самостоятельном освоении материала, да, потому что, понятное дело, что многие образцы мы же не можем взять, там, из 19-го века и применять тут же так же, как бы, бездумно, да. То есть, это важно, чтобы ребенок через себя пропустил все это. И как бы важна творческая здесь часть, и в 21-м веке будет важно, как человек умеет самостоятельно думать, и как он умеет самостоятельно ориентироваться в том море информации, которое есть. Это, с моей точки зрения, школа должна учить, и президент тоже об этом говорил, да, что, собственно, как мы научим, да, наших детей, так в дальнейшем и будет жить наше общество, собственно. Кстати, об обществе. Вот президент затронул несколько вопросов, связанных с той же экологией, связанных, допустим, с благоустройством и связанных с некоммерческими организациями, и везде он говорил о том, что здесь нужно уже участие общества, и на него нужно ориентироваться. В вопросах экологии нужно участие общества. НКО надо поощрять, потому что это участие общества. Почему именно вот такой акцент был сделан уже как бы вот в этом послании? Акцент, мне кажется, он сделан, и он с самого начала послания был заявлен. Важно слышать людей, общаться с людьми и делать так, как люди скажут. И, к сожалению, часто мы видим такую ситуацию, когда чиновники, ну, они там считают, что они сами умные, там, они эксперты, профессионалы, и за деревьями часто не видят леса, да, то есть они говорят, вот мы там решаем такую проблему, вот у нас всё правильно, вот мы здесь собрали закон, вот бюджет, вот смета и так далее. А это не то, что нужно людям зачастую, да, то есть, а самые, скажем так, разогретые представители людей, населения, это как раз эти самые общественники. Соответственно, опора на этих людей, это важно, да, потому что, ну, это как бы этот нерв, который показывает власти, в каком направлении двигаться. И это основа жизни здорового общества, особенно в тот период жизни этого общества, когда он сложный, когда экономика не растёт, да, то есть это, как бы, ну, взаимодействие между разными частями общества в такой период, оно даже важнее, чем в те периоды, когда, у нас, скажем, там, есть там рост 5-7% в год, у каждого человека жизнь как-то помаленьше улучшается. Подождите, я здесь скажу, что президент всё равно отметил, что у нас в экономике тоже есть позитивные сдвиги. Да, но президент сказал, что у нас, значит, в этом году за 10 месяцев спад 0,3%, и дальше сказал о том, что в следующем году мы рассчитываем на то, что спада не будет, или он будет минимальным. Да, но это, тем не менее, отсутствие роста. Да, он обозначил сферы отрасли, рост промышленного производства, обозначил точки экономического роста, но тем не менее, да, то есть есть другие прогнозы, которые нам министерства дают, которые говорят о том, что там будет на полтора процента, там, 0,5%, но тем не менее, это не те темпы, которые у нас ещё там были в нулевых годах. Вот, поэтому в этот период нужно собраться, во-первых, эти новые точки роста найти, это экономические задачки, но с точки зрения политической важно взаимодействие, эффективное взаимодействие всех слоёв общества и ощущение справедливости, с моей точки зрения. И Путин об этом тоже говорил, да, о том, что, значит, вот если коррупцию мы возьмём, да, у нас неприкасаемых нет. Последние события это показали, да, что в независимости, как он сказал, от бывших заслуг, в независимости от связей, да, и так далее. Поэтому это люди должны понимать. Когда те люди будут это видеть, я думаю, что и трудности будут легче переноситься, понимаете? Ещё одно слово, которое прозвучало в послании президента, он неоднократно говорил о свободе. Ну, очевидно, да. Он говорил о свободе, он говорил о политическом представительстве, он ещё раз обратил внимание на то, что в Государственной Думе появились одномандатники, и это очень важно. Это говорит об успехе той политики, которая проводилась в последнее время администрации президента на усиление конкурентности, открытости, легитимности, представительства в широком смысле этого слова, разных слов населения. И то, что депутаты сейчас Государственной Думы, в отличие от предыдущего состава, что половина депутатов связана со своими округами, это ещё больше усиливает ту самую связь с людьми, на которую Владимир Владимирович подчёркивал. Но при этом, при этом, то, о чём я говорил, да, то есть должно быть у всех ощущение справедливости, что всё правильно, да, то есть вот я за этого человека голосовал, он мои интересы и представляет. Ну, или, по крайней мере, за него большинство проголосовало, да. Поэтому здесь и важна свобода, и здесь важно то, что как бы у людей есть возможность себя проявить и в политическом смысле, и в творческом смысле, и в экономическом смысле. Он говорил много о том, что нужно барьеры снижать, да, для предпринимателей, потому что сейчас это важно. И обратил внимание силовиков, да, на это, что вы там давайте поосторожнее с предпринимательским сообществом, да. Поэтому я считаю, что это очень важный тоже посыл для общества, для тех, в частности, что сейчас для нас это тоже очень важно. Центральная международная повестка, хотя ей было отдана не очень много времени в выступлении президента, но тем не менее она была достаточно такой конкретной. Вот в какие бы моменты именно внешнеполитические вы бы отметили в выступлении Владимира Путина? Ну, во-первых, я отметил, что это было в конце послания, приложением к посланию, внешнеполитическое приложение к посланию, я бы так его назвал. Вот, значит, и были отмечены все точки, да, то есть было сказано, что мы развиваем двусторонние отношения с Китаем, Китай наш основной партнер торговый, на самом деле, с Индией. Мы развиваем те структуры, в которых мы работаем, ОДКБ, ШОС, Евразийский союз и так далее, тому подобное. Вот, то есть мы эти форматы все развиваем, и здесь, мне кажется, было подчеркнуто, что мы самостоятельная, суверенная страна, и, в принципе, мы там не стоим ни перед кем на коленях, да, и не умоляем там эти санкции снять и так далее. Мы готовы к выстраиванию двусторонних отношений с кем угодно на принципах равенства, да, и считаю, что эти два года, там, 14-й, 15-й, там, и 16-й уже заканчиваются, да, они показали, что, в принципе, нам там бояться нечего и некого, да, да, там, Обама как-то заявлял, там, что экономика России порвана в клочке, ну, очень было смелое заявление, да, и, как бы, несмотря на те трудности, которые, конечно же, существуют, назвать это такими словами, ну, просто язык не поворачивается ни у кого, да, и теперь они сидят и пишут статьи, там, в западных изданиях, почему санкции не сработали, и анализируют, да, там, почему вот это не получилось. Вот, поэтому было сказано, что мы, как с Америкой, с Соединёнными Штатами готовы выстраивать отношения. Это было сказано очень коротко, буквально в одном предложении, по сути дела, ведь на этом было, тогда мы готовы, и всё. Мы готовы, и будем выстраивать. Ну, здесь это же всё связано с тем, что мы не знаем, какой будет администрация Трампа. Вот, и поэтому мы дали посыл, но я считаю, что очень важно, что сейчас у нас для нашей страны появилась передышка в течение двух месяцев, и есть основания для нормализации отношений. Это раз. Во-вторых, ещё раз мы подчеркнули наши двухсторонние отношения с Китаем, с Индией, да, поговорили о Японии, да, о том, что, собственно... Подлили восточный вектор, скажем так. Да, 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 да. Это страна, кстати, с которой у нас нет мирного договора до сих пор. Вот. Есть спорные территории там и так далее, там разные варианты с японской стороны предлагаются для их решения. То есть мы обозначили, что мы готовы работать со всеми, но при этом собираемся сосредоточиться на себе, на развитии своего внутреннего потенциала нашей страны. И считаю, это очень важно. Спасибо большое за комментарий. Сергей Толмачёв, политолог и депутат законодательного собрания Краснодарского края, был сегодня у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!